Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Сегодня я хочу с вами поделиться одним интересным, вкусным рецептом. Данное блюдо я увидел в индивидуальных рационах питания армии НАТО. И мне такая составляющая очень понравилась. И я захотел попробовать данное блюдо. Я его сделал, попробовал, но теперь немного доработал по-нашему, по-русски, добавив к нему мясо. Значит, что это за блюдо? Это макароны с фасолью. В индивидуальном рационе питания просто были макароны с фасолью в томатной пасте. Я попробовал, как бы да, очень получается вкусно, но, как нам, мужикам, не хватило мяса. Поэтому я сделал это блюдо с тушенкой. Вот это нам очень понравилось. И теперь тушенки у меня под рукой не оказалось. И я решил приготовить данное блюдо со свиноговяжьим фаршем. Что нам для этого понадобится? Понадобятся макаронные изделия. Я беру вот такие вот рожки из твердых сортов пшеницы. Две банки фасоли. Я люблю экспериментировать, поэтому взял и красную, и белую, и все это смешаю вместе. До этого я брал фасоль в томатном соусе, но, как по мне, мне больше понравилось добавлять все-таки кетчуп. Приправа для мяса, перец черный, зира, мелко нарезанный укроп и зеленый лук, 800 грамм фарша и томатный кетчуп я взял, хэнс. Ну, теперь приступим к рецепту. Макароны делаем по-армянски. Сейчас покажу, как это делать. Сегодня я без оператора, друзья, приходится и снимать, и готовить одному. Поэтому, может быть, немножко будет как-то с неудобных ракурсов камера стоять. Ну, а теперь расскажу, как готовить макароны по-армянски. В разогретую сковороду наливаем растительное масло, даем ему хорошо нагреться. И после этого высыпаем в масло макароны. Так как бы их обжариваем. И постоянно надо помешивать, чтобы они не пригорели. Макароны делаем. Поехали. 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 Я всегда все делаю на большом огне. Поэтому надо постоянное внимание. Когда вы увидели, что макароны равномерно поджарились, поменяли цвет, выключаете газ. Ждем где-то примерно минуту. Насыпаю столовую ложку соли. Ну, соль по вкусу каждый насыпает сам. Берем кипяченую горячую воду. Отнесу камеру. Примерно заливаю две кружки воды. Залили воду. Включаем газ. Перемешиваем. Как только вода начнет выкипать. И мы увидим, что вермишель уже остается без воды. Закрываем крышку. Примерно вся процедура будет около 7 минут. Вода выкипет. Закрою крышку. Подождем. Попробуем. По готовности. Пока жарилась вермишель, я промыл фасоль. И сейчас фасоль в разогретое масло засыплю во вторую сковороду. Переставил макароны в другую конфорку. Накрыл крышкой. Там огонь поменьше. И сейчас прожариваем хорошенько фасоль. Тоже делаю на большом огне. И поэтому постоянно помешиваю. Фасоль начала поджариваться. Высыпаем мелко нарезанную зелень. Здесь у нас укроп и зеленый лук. Приправим черным перцем. И все перемешаем. Перемешаем. Сейчас попробую готовность макарон. Когда уже макароны мягкие, на вкус пробуйте. Если они готовы, выключайте. И пусть они немножко подойдут еще под крышкой. Уже почти готовы. Немножко выпарим еще воду. И накроем крышкой. Я очень неудобно одному снимать. Но захотел поделиться с вами вкусным, интересным блюдом. Как раз его и готовлю. Я всегда сначала новое блюдо приготовлю. Попробую. Если оно мне нравится, тогда уже снимаем видео. Оно мне реально понравилось. Думаю, если еще раз собрался готовить, то попробую снять и один. Вот, скоро уже будет все готово. Сейчас накроем. Пусть еще потомится. Пошел запах зелени. Прожарим еще пару минут. И будем добавлять. Фасоль уже начала развариваться, разжариваться. Сделал маленький огонь. И теперь уливаем где-то пол пачки кетчупа. Также еще попробую сейчас пару ложек майонеза. Теперь это все готово. Теперь я буду добавлять майонез. Вот так вот. Теперь я буду добавлять майонез. Все размешиваем и немножко прожариваем. Как только кетчуп с майонезом закипел, перекладываем все в кастрюлю. Я уже выложил макароны и теперь высыпаю сверху в кастрюлю фасоль. Ну а теперь, друзья, самое главное. Это фарш. Можно использовать тушенку, можно использовать мелко порезанные кусочки мяса. Короче, все мясное, что у вас есть под рукой. С тушенкой мне вообще очень понравилось. Как-нибудь приготовлю и с тушенкой. Покажу вам, какая у нас хорошая белорусская тушенка. Ну а сегодня вот фарш появился под рукой. И приготовим фарша. Добавим немного школи. Буквально пол чайной ложечки. Приправы для мяса. И, конечно же, грызира. Я очень люблю грызира, поэтому мясом я ее постоянно ем. И обжариваем хорошо фар. И так вот я ломаю на мелкие-мелкие кусочки. Короче, как тушенку делаю. И хорошо прожариваю. Фарш уже практически готов. Добавил в него немножко куркумы. Вот такого злотистого цвета. И теперь это все добавляю к вермишели с фасолью. Но, друзья, вы можете смотреть на свой вкус, как вы любите кушать. Например, мясо можно смешать с фасолью. И есть как гарнир к вермишели. Можно смешать все, а можно есть как бы все по отдельности. Фасоль отдельно. Макароны отдельно. Мясо отдельно. Ну, а кто не ест мясо, можно просто есть макароны с фасолью. Тоже довольно вкусно. Сейчас, короче, смешиваю это все вместе. Накладываю в тарелку. И посмотрим, попробуем, что у нас получилось. Наложил в тарелку. Подождал, пока остынет. Довольно вкусное, необычное блюдо. Рекомендую, друзья, кто любит экспериментировать, попробовать. А может, кто-то уже и пробовал. Я раньше, как бы, фасоль с вермишелью ни разу не ел. Не доводилось просто попробовать. Но вкус реально очень интересный. Насыщенный. И блюдо довольно сытное. И вкусно, как с тушенкой. Вот так и с фаршем. И с кусочками мяса. То есть, оно всегда вкусно. Как бы его ни делали. Ну, по крайней мере, мне очень блюдо понравилось. И вам я его рекомендую попробовать. На этом, друзья, заканчиваю. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч.